Добрый день, друзья! Вы на канале Стройгарант Анапа. Прекрасный, солнечный осенний день и у нас необычный эфир. Да, наш сегодняшний эфир предручен к началу розыгрыша. Обратите внимание, что у нас не просто двое ведущих, у нас еще и хозяйка дома, ее зовут Анна. И сегодня мы поможем Анне с благоустройством участка. Но для чего, Женя? Для этого розыгрыша что вам нужно? Вам нужно будет выложить фотографию на сайте о том, чем ваша семья занимается в доме, на участке, например. Но подробнее об условиях нашего розыгрыша мы расскажем вам в конце нашего ролика. А сейчас мы займемся благоустройством этого замечательного притворового участка. Посмотрите, дом на стадии строительства, но сажать деревья уже можно. Анна, если вы не против, мы вам сегодня активно будем помогать. Не против? Не против. Тогда можем начинать. У нас сегодня саженцев много. Малина, инжир. Для этого нужно много водички, поэтому давай. Давайте я пока принесу, помогу хозяйке. Конечно, яблоня, груша, вишня, черешня. Это есть у всех. Друзья, но здесь растут даже гранаты, киви, абрикосы. Я уже об этом не говорю, но можно вырастить даже бананы. Итак, мы выкопали лунки, взрыхлили. Обязательно, прежде чем поместить туда саженец, мы заливаем лунку водой. Нет, ну лопата, конечно, ужасная. Такое невозможно. Такую плодородную землю выкопать. Дайте, пожалуйста, нормальную лопату. Ну, это и вообще невозможно копать. Такая пойдет? Ну, что это такое? Что совсем вот это вот не годится? Ну что, будем обработать тем, что есть? Какая есть? А вот разные трудности испытывают люди в тот момент, когда благоустраивает свой участок и дом на стадии строительства. Не все еще готово, но нужно быть готовым и к этим трудностям. Начнем сажать мы с красивого пестролистного кустарника. Это боярышник. Анна, если вы не против, вот боярышник будет украшать вот переднюю часть вашего сада, потому что к осени он становится очень красивым. И еще дает плоды. Это необычный боярышник. Он колерованный, друзья. Очень-очень крупный, очень полезный. Из него можно делать не только спиртные напитки. Он помогает людям при повышенном давлении. Это лечебная ягодка. Росток небольшой, но чем меньше росток, тем лучше призывается. Смотрите, ну а это саженец уже с корешками. То есть, ну тут, я не знаю, 99% что он приживется. Достаточно на глубину сантиметров 10-15, чтобы было видно почки, корешок в земле. Это боярышник. Он приживается очень хорошо. Не переживайте. Желательно, чтобы здесь был еще кулышек, указывающий, что это за растение, чтобы его потом не потерять. Мы полили в тот момент, когда укладывали, саживали эти лунки. Теперь полить нужно сверху еще раз. Через три дня, кстати, полить тоже. Боярышник – это низкое растение. А финикунаби достаточно высокое, но его лучше формировать. Можно обрезать, не допускать, чтобы он выросл большим деревом, потому что плоды будет собирать не очень удобно. Хорошо? Пойдем. Финикунаби, самый большой. Плоды. Как будто маленькое яблочко, размером среднего яблока. Внутри косточка. Это то, что сейчас вот в наших кубанских садах, когда уже все яблоки собраны, груши собраны, но зато у нас есть финики. Это вкусный осенний плод, который можно оставить на зиму, как сухофрукт. Из него мало что можно приготовить, но в качестве витаминов на зиму это очень классная штука. Колючки, смотрите, какие огромные колючки. Вот, поэтому подходить к нему близко маленьким пока не советую. Дорогие друзья, сажаем мы не просто так, как мы уже сказали в начале нашего ролика. Это будет розыгрыш. Мы обязательно сделаем красивые фото, как мы помогаем Ане с благоустройством участка. И вы эти фото тоже можете посмотреть, прокомментировать и обязательно зайти на наш сайт и поучаствовать в этом розыгрыше. Условия в конце ролика, дождитесь. Так, это облепиха. Облепиха и рга. Это хорошо. Рядом. Они очень похожи. Это две ягодки. Облепиха тоже приживется, она приживается очень хорошо. Вот если на севере облепихи очень много и плодоносит она классно, то у нас персики плодоносят каждый год, яблоки. А вот облепиха, к сожалению, не каждый год. То есть бывает год, когда ее нет. Ну, вы не переживайте, там через год, через два она будет обязательно. Друзья, почему стоит приехать на Кубань, на юг и купить дом на юге, потому что, как здесь говорят, палку можно вставить в землю и она растет. Сегодня мы будем сажать чебуки инжира. Посмотрите, что такое чебуки. Это обычные веточки, срезанные с основного дерева инжира. Если на три почки утопить его в землю, ну, может быть, полить корневином, есть такое шикарное удобрение, то через года два у вас будет свой инжир. И все с обычных веточек, даже саженцы покупать не обязательно. Сажаем инжир. У нас есть черный инжир, есть зеленый инжир и есть анематин. Он самый крупный, вкусный плодоносит он в разное время года. С инжира нужно собрать сразу два урожая. Можно собрать весной и осенью. Вот сейчас инжир будет веснее последние плоды. Надо обязательно, чтобы было еще чуть-чуть поглубже. И жиру нужна мягкая земля. Здорово, что здесь есть немножко песочек. Это ему тоже понравится. Нам нужна еще третья мука. Саженец нужно сажать слегка под наклоном, потому что он потом и рассыдует вот так вот. А слегка сначала понад землей, как бы формируя небольшую чашу. Мы будем еще пополеть корневинчиком, это будет очень лучше. И все, готовое растение, не надо покупать саженцы. Палка, конечно, на Кубани растет, но поработать с этой палкой придется. Вот здесь бы удобрение, какой-то компост завести, сверху удобрить тоже было бы не лишнее. Ирка? Это черника, просто на вид она черника, тоже черная, красивая. И абсолютно не кислая. Это истартика, видно, он не деревом растет. Но штука вообще офигенная. И когда ее уже можно будет попробовать? Ну, третий год точно уже будет. Дети любят очень, потому что она сладкая, без кислинки. Мы сажаем черный инжир. Это сорт, который плодоносит попозже осенью. Он очень сочный, но все-таки мне больше нравится зеленый, потому что он слаще. Черный он красивый, такой презентабельный. Торгуют больше черным. Но когда вы выбираете инжир на рынке, советую выбирать зеленый, он слаще. Малина, это тоже необычная ремонтантная, что это значит. Значит, она дает несколько урожая в год. То есть вы соберете весной, в июне, в июле. И вот пару дней назад, у меня даже есть красивые фоточки, мы еще собрали чашку малины. Она до сих пор плодоносит. Это малина красная, но у нас еще есть желтая и черная, и вообще всякое разное. Дорогие друзья, мы закончили высадку наших замечательных растений. Аня, мы практически заложили основу вашего сада, можете начинать. Мы вдоль забора, пока рассадили их, возможно, будет затем пересадить в другое место. Мы начали с бояршника. Почему? Потому что уже, как сказала, это красивая штука, которая осенью дает яркие красные листья и красные плоды. Самое время его собирать. Это фиди кунаби. Это два колючих растения, поэтому, пожалуйста, очень осторожно. Колючки, как у терновника. Облепиха двуполая, которая и мальчик, и девочка в одном растении. То есть, не обязательно садить в два растения, оно плодоносит в одном. Далее, это ягода ирга. Шикарная ягода, похожая на чернику, которую ты не разъел. Обязательно приедь сюда и попробуй, когда она будет плодоносит. Это инжир. Инжир, это здесь очень много его. Он зеленый инжир, но, кстати, самый вкусный. Вот этот растет не очень здорово, этот растет очень быстро. Но не вырезайте молодые поросли, не формируйте его отдельным деревом, потому что ягодка на каждой веточке. То есть, чем больше веток, тем больше ягод. За всеми тремя видами инжира ухаживать можно одинаково. Но сейчас обязательно пополивайте очень хорошо. Давайте посмотрим на малинку. Погода сегодня для посадки замечательная. Сейчас поздняя осень, но день очень солнечный. Немного ветреный, но это не страшно. Здесь мы тоже начали. Остался один саженец финика унаби. Как я уже сказала, универсальная классная штучка. Пусть будет, если что, пересадите в уголочек огорода. Здесь малинка. Малинка у нас красная. Это шикарная ягода. Малина сорта ремонтантная. Плодоносит она до глубокой осени. То есть, еще в течение недели, если у кого-то видите малину, ну, знаете что, она плодоносит, и ребята собирают урожай. Не переживайте. Помечать не обязательно, ну, тут с малиной вы разберетесь, а вот те растения все-таки колышками обязательно пометить. Это будет здорово. Так что, удачи вам. Плодитесь и размножайтесь. Можно сказать, нет? Ну, если родили, то построили, с дерева посадили. Все только начинается. Друзья, в общем, что можно сказать? День прожит не зря. Мы заложили основу и нашего розыгрыша. Вы для чего это делаете? Чтобы показать ваш быт, как вы живете, чем вы занимаетесь. И, собственно, это и будет начало конкурса. Да? Да, обязательно. Сделаем фоточки с саженцами, которые можно разместить на вашем сайте. Но не только можно размещать фото с тем, как вы облагоражаете ваш участок. Как вы живете, как вы пьете чай, как вы празднуете свои праздники. Правильно? Да, конечно. Вы выкладываете фотографии, комментируете вы, ваши знакомые, друзья, родственники. Чем больше активности, вокруг фото, тем больше шансов на победу. И наверняка будут подарки. Естественно. А какие призы? Вы узнаете, когда придете на сайт, там будет вся информация, все условия. Анна, вам уже есть, что разместить на сайте. Обязательно проголосуйте и порекомендуйте вашим знакомым проголосовать за вашу фотографию. Друзья, вашим голосом будет считаться ваш комментарий напротив какой-либо понравившейся вам фотографии. Чем больше комментариев, тем больше ваших голосов, тем больше шансов получить наши подарки. Причем комментарии под всеми фотографиями суммируются. Друзья, если вы уже купили дом в стройгарант Анапа или только планируете это сделать, у вас есть шанс принять участие в нашем розыгрыше. Поторопитесь, пожалуйста, время розыгрыша ограничено. Чем раньше вы забронируете участок, чем раньше начнете выкладывать фотографии, тем больше у вас шансов. А мы заложили основу замечательного саду, замечательной хозяйки Анны и очень хотим, чтобы у нее все получилось. Вы были на канале Стройгарант Анапа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, участвуйте в наших розыгрышах. У нас только хорошие новости. Итак, что нужно сделать, чтобы принять участие в нашем розыгрыше? Переходим на сайт sga23.ru, регистрируемся. Процедура простая, сложности не вызовет. Если вы уже зарегистрированы, войдите по своей учетной записи. Далее переходим в пункт «Наши поселки». Выбираем свой ЖК, спускаемся ниже, ищем свой участок. Открываем его, появляется информация об участке. Нажимаем кнопку «Подробнее». Внизу нажимаем «Написать комментарий», потом «Прикрепить фото». Выбираем папку с нашей фотографией, выделяем нужное фото и нажимаем «Открыть». Пишем комментарий, ставим свою оценку и отправить комментарий. Обращаем ваше внимание, будут учитываться комментарии только от зарегистрированных пользователей. На сайте комментарий появится после модерации. А теперь переходите по ссылке под этим видео, там будут все условия нашей акции.